После успешного выступления на новой волне, кубинский певец Роберто Кельторес буквально на расхват. Он признался, что больше всего любит выступать именно в России. Это его второй приезд в Одинцово. Кстати, артист изучает русский язык и почти полностью отказался от услуг переводчика. Я думаю, что русские люди и кубинец – это хорошая комбинация. Здесь я чувствую очень хорошо. Участие в праздничной программе Роберто Кельтореса – подарок от Центра развития культуры для всех горожан. В день рождения Одинцова артист в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра выступит на центральной площадке. А пока идут репетиции. Я его руками чувствую, в смысле дирижерскими. Я только подумал, как ему подсказать. А он уже все прекрасно понимает, потому что заранее я ему объясняю языком жеста. И как он поет, я вижу лица наших музыкантов. А это дорогого стоит. Кубинский темперамент – русское мастерство. Организаторы уверены, что концерт пройдет на одном дыхании. А дирижер, в свою очередь, пообещал выучить пару движений зажигательной сальсы и станцевать вместе с Торосом. Главное здесь не перейти черту. И в то же время, мне, кстати, будет очень тяжело быть на подтанцовках у Кэл Торос, потому что он владеет сальсой, а я не надо подучиться. Поэтому я буду очень сдержан относиться. Но если я пущусь в пляс, все будет хорошо. Пока кубинский певец готовит голосовые связки, на центральной площади города идет монтаж главной сцены. Концерт симфонического оркестра начнется сразу после карнавального шоу. Мария Шматков, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».